Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 23 августа и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня с начала торгов текущего дня снижается, подошли к уровню поддержки на отметке 1.1554 в том случае, если евро-доллар сможет закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать возобновления нисходящей тенденции с целью снижения до 1.1269, что может послужить достаточно интересной точкой для входа. Но на текущий момент пока данный сценарий не подтвержден, пока мы только торгуемся вблизи данного уровня и пока от него отбиваемся. По другим валютным парам несколько иная ситуация, мы о ней сейчас поговорим. Пара британский фунт-американский доллар. Ситуация аналогична, тенденция восходящая на текущий момент сохраняется. Не можем пока преодолеть область минимальных значений вчерашнего торгового дня, который был зафиксирован по минимуму на уровне 1.2867. Если данной паре удастся закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать возобновления снижения с целью до 1.12779 и среднесрочной целью 1.2660. По паре американский доллар, канадский доллар, тенденция нисходящая на текущий момент также сохраняется. Цели по снижению это движение в области 1.2949, ближайший разворотный уровень, то есть после которого мы сможем вновь рассматривать покупки, находятся в области максимальных значений, которые были зафиксированы по уровню 1.3055. По паре американский доллар, японская и иена ситуация несколько иная. Сегодня с утра мы уже смогли закрепиться выше максимума, которые были зафиксированы 21 и 22 августа. Это область максимальных значений на уровне 1.11061. И на текущий момент открываются предпосылки на возобновление роста с целями до 1.1175 и 1.11230 соответственно. На текущий момент интересной точкой для присоединения по данной валютной паре, на мой взгляд, является вход при ретесте уровня, то есть снижение к области максимальных значений вчерашнего дня. В этом случае разумный стоп-лосс устанавливает на минимальное значение, которое было зафиксировано в данной формации. Это область минимума 21 августа, то есть убирает за 1.10976. По паре австралийский доллар и американский доллар примерно такая же картина. Мы вновь переходим в фазу нисходящего движения по австралийцу. На текущий момент ушли уже достаточно далеко от области максимальных значений, поэтому здесь наиболее оптимально с точки зрения соотношения риска-прибыли будет являться вход при ретесте также уровня минимальных значений вчерашнего дня. То есть в том случае, если цена скорректируется в области 73.28, то отсюда уже рассматривать присоединение на продажу с целью до 71.95. На мой взгляд, эта ситуация будет наиболее интересной. По паре евро-фунт пока здесь ничего не меняется. Общая тенденция сохраняется восходящая. Цель роста – это уход выше области 90.04 и далее движение по направлению на 90.38. Пробитие минимальных значений 21 августа откроет предпосылки на продолжение снижения уже в области 88.93. Золото сегодня уже торгуется вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Точнее, они уже даже его пробили. Но по золоту я бы рассматривал более важные минимальные значения 21 августа. То есть в том случае, если цена уходит ниже данного уровня, это цена 1187, то после пробития и закрепления за этим уровнем рассматривать вновь присоединение на продажу по золоту с целями снижения до 1160. По нефти марки Brentonets восходящие продолжаются. Также вчерашние данные по запасам нефти дали импульс восходящий по данным активам. То есть все сохраняется в рамках того числового таймфрейма, который и мы ранее обсуждали. Торгуемся в области максимальных значений с 7 августа. Также преодолели максимум 14 августа, что может нас переводить в среднесрочной перспективе вновь в фазу восходящего движения по данному активу и с целями роста до 7755. На мой взгляд, покупки здесь будут целесообразны, но здесь необходимо дождаться коррекции и входить уже по более интересным ценам. По индексу DAX на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Цель роста – это ближайшая цель уход выше области 12443, далее движение на 12755. Ближайший разворотный уровень отмечаем в области минимальных значений, которые были зафиксированы 21 августа по цене 12285. Биткоин скорректировался от максимальных значений, которые вчера были сформированы по цене 6833, пока не ушли ниже области 6190, что на текущий момент не отменяет восходящий сценарий, а пока сохраняет тенденцию восходящую. По крайней мере, в рамках часового таймфрейма по данному активу. Поэтому покупки здесь пока остаются в приоритете, по крайней мере, до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 6192 доллара за один биткоин. Ну, а уход ниже данного уровня откроют предпосылки на продолжение снижения по первой криптовалюте. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк. Если есть вопросы, то писайте в комментариях и подписывайтесь обязательно на наш YouTube канал. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.